и всем привет зрители и подписчик канала introller потом видео попробую ответить на вопросы многих людей по поводу обновления в ниндзе легенды 2 расскажу попробую рассказать в этом видео когда она может быть выйдет какие есть как сказать объяснить тому что может она скоро выйдет выйти в общем-то и вообще выйдет ли она вообще друзья в общем всем желаю прятку посмотра и ставьте лайк подписывайтесь на канал как бы само собой в общем а мы начинаем в общем друзья для начала начнем с того что это игра которая уже не обновлялась около в районе двух недель трех недель то есть и что еще хочу очень обязательно так сказать то есть разработчики этой игры их трое получать официальных да и двое из них тысяч один главный на который всем этим командует все такое как бы это его группа командующих людей общем то это он кто выдумал первый симулятор в общем-то вы поняли да это скрипт роблоксе у нас и непосредственно два его других помощника можно сказать даже я не знаю как лучше это объяснить чем есть еще два создателя игры которые с ним работают я их уже в онлайне в роблоксе не было около двух недель то есть они с момента создания видео и видео создание обновления в игре они уже не отсутствовали в онлайне то есть возможно они еще даже не начали работать над игрой но самый главный из них он был он в онлайне во время четырех часов назад и и вот недавно зашел все же информацию накопал общем выборе да вот такие вот еще факты есть то есть как бы это уже один из таких признаков того что игра может быть и может они забили может быть что-то еще в общем вы понимаете да то есть может все что угодно произойти я верю конечно лучше если ты вам тоже в это верить но конечно же кто знает что может произойти в общем вы понимаете что еще хотелось сказать касательно именно разработчиков и таких сникпиков которые видно как бы да то есть который официально можно заметить значит если вы смотрите на бэджики бэджики в игре вы увидите какой-то очень странный которые продумать им просто нарисован какой-то зеленый пэт похож на пайтов из этой игры и все это там просто какое-то общение имя просто никакое это нет никакого описания у самого бэджика то есть это как один из примеров того что возможны разработчики или разработчик над этой игрой работают но по крайней мере может быть не точно либо один либо вообще никто потому что два других разработчика просто не онлайн то То есть они вообще не пользуются Роблоксом. Я, конечно, не знаю, как можно без Роблокса сидеть 2 недели. Я не знаю, чем вообще чувак занимается на компьютере, но ладно. Если это чувак, конечно, не взрослый человек и всё такое. Может чему угодно заниматься. В общем, вот это вот, собственно, такой второй снегпик. Я попробую, конечно же, приложить скриншот этого бэджика, если мне удосужится это сделать. Его увидеть, собственно, как он называется и всё такое. Но я, конечно, не уверен. Я его уже, скорее всего, вставил немножко раньше, но вы, короче, знаете, да? Вы поняли. Начнём с того, когда оно может выйти. Так как люди ещё не работали над игрой, они обещали каждое недельное обновление, тут уже возникает такой вопрос. Уже прошло около двух недель и никакого обновления не вышло. И, скорее всего, вот сегодня вы смотрите видосик в субботу, а я снимаю его в пятницу. Проходит один день, там, монтаж, всё такое, в общем, превьюшки. И завтра уже для вас, как бы, да, в воскресенье, скорее всего, никакого обновления не будет, я так думаю. Потому что они ещё никак не начали работать над игрой, и за два дня какое-то крутое обновление сделали, но я думаю, что это почти нереально. Либо они, конечно, могли уже подготовить его, то есть есть такая же, чё, у меня теория. Они могли только обновление уже подготовить заранее и, собственно, просто выпустить какой-то момент этот. Главный разработчик мог. Такая же теория есть, но я не знаю, кто, зачем они делают лишнее, как так сказать, обновление в обновлении. Ну, такая страна, мне кажется. Потому что, ну, ну, они должны же хоть как-то заходить в роблокс, что-то ещё. В общем, это к минимуму страна. То есть, ну, заработчики просто не заходят в игру, и я уже даже не знаю, то есть. Обновление может выйти когда угодно. Она может выйти на следующей неделе, в воскресенье, в выходные. Она может выйти, что-то может через месяц. То есть, ну, как бы, игроки будут разочарованы, потому что игра вышла новенькая. Она, вроде, ещё не обновлялась, только одно обновление успело выйти. А тут ничего не добавляется. То есть, ну, это разочарование, это просто жёсткое разочарование у меня в этой игре. Она мне так нравилась раньше. То есть, она мне до сих пор нравится. Но просто именно факт того, что разработчики как-то странно относятся к своей игре, мне очень, как так сказать, меня радует, собственно. Ну, это такие, как бы... Это были, собственно, одни из таких явных самых признаков того, что обновление могло выйти, могло не выйти. Начнём дальше. С чего? Когда же оно может всё-таки выйти? Скорее всего, я думаю, что на следующую или на ещё через одну неделю. Потому что всё-таки так долго обновление тянут нельзя. Я думаю, собственно, обновление уже тогда, если через ещё одну неделю, то это, получается, уже 4 месяца не было никакого обновления. Ну, это как минимум странно, я так думаю. Потому что... Ну, они создали игру, и они, как бы, ну, в конце концов, они с неё получают робуксы. Они с неё деньги получают. А они ничего не делают. Игра совершенно новая. Здесь ещё кучу всего можно понадобавлять. Это не какая-то юзанная игра, которая уже, ну... Который уже много кто-то играл, и там уже мало чем в игроках убедишь. Это совершенно новая игра, и она мне очень нравится. Но из-за того, что разработчики не делают обновления, у меня к ней всё ниже и ниже повышается планка, как это сказать, уважения. Я не перестаю в неё играть какое-то время, и... В общем, вы понимаете. Ну, если вы ещё нубик, то вам, конечно, есть куда прокачиваться. А мне, как чуваку, который уже, наверное, неделю или две уже прошёл эту игру, ну, ничего здесь делать, я не вижу смысла. Ещё один из этих признаков того, что уже, как бы, Ниндзя Легенды умирает. Собственно, Ниндзя Легенды, это игра, в которую играют меньше всего человек практически. Кроме того, Digging Symmetra из именно серии игр этой группы, так сказать, с Криптрублоксиона, значит, это самая менее играбельная игра. Игра и моя игра. То есть там около двух тысяч человек сейчас играет, вот на этом сервере. Ой, на этом сервере. Вообще, в этой игре играет около двух тысяч человек примерно. А в другие игры, например, тот же, первый, как бы, версию Ниндзя Легенды, там около семи тысяч. То есть, вы понимаете, да, что, как, как, кому же скучно. Здесь даже некуда прокачиваться. Здесь уже все почти прошли эту игру. Те более, что здесь раздают поэт. Здесь дюб работает, поэтому очень легко прокачиваться. А разработчики ничего не делают, ничего не... Как бы, не добавляют никакие новые функции, кому что интересно. Как бы, поэтому все выходят. Здесь в этом, в принципе, и объяснение того, что здесь очень маленький онлайн. Потому что большинство людей уже прошло игру, и им без дупа нечего делать. В общем, вот так вот, да. Это, в принципе, было объяснение именно на то, как сказать, того, что в эту игру играет мало людей. Из таких неофициальных сникпиков есть один дискорд-сервер, который раздается информацию о, типа, будущих обновлениях. Там уже подготовлено вроде как фоточки, как его, будущих поэтов, но я не знаю, насколько эта информация верна. Потому что я на этот сервер почему-то не зайти не могу. Мне не дают никаких прав, как-то. Я не могу только посмотреть стикпики, поэтому, к сожалению, вот так и его дела. То есть есть некоторые ютуберы, которые портят видео с этим, как бы, с этими скринами, с этой группы. В общем, там, пэтов они сливают. Но я не могу, к сожалению, получить без доступа к этой группе, к сожалению. Могу, может, попробовать потом получить и что-нибудь заспойлерить со следующего обновления, но... Я вообще никакой гарантии на это не даю, потому что у меня до сих пор пока что не получилось зайти. Я каждый день пытаюсь, но у меня что-то не получается. В общем, друзья, как вы понимаете, эта игра, в принципе, сейчас не особо, именно, так сказать, перспективна. В плане, вне её никто не обновляет. То есть эта игра сама интересна по себе, да? То есть она именно сама по себе перспективна. Но в плане именно разработчиков здесь идёт халтура. Халтура какая-то откровенна, потому что, ну, люди вообще ничего не делают. Просто сидят... Они же не в Роблоксе, ну, ты понимаешь, да? То есть разработчики игры, которые, может быть, у кого-то уже, по-моему, или самая любимая, да? Они просто берут и ничего не делают. Ну, я не знаю, как это можно относиться. Просто промолчу. Скорее всего, эту игру уже, как сказать, ну, может быть, забросили. Но не совсем, конечно, потому что игра новая, они всё-таки хотят что-то ещё с этой игры срубить. Но мне кажется, уже как бы, ну, я уже понимаю, какое отношение идёт к разработке этой игры, в принципе. Поэтому, ну, не знаю, буду ли я в этой игру ещё дальше. Конечно, буду, в принципе. Они мне нравятся сама по себе. Но именно вот со стороны разработчиков это немножко по-сенски, так сказать. В общем, друзья. Если вам понравилось это видео, вы получили много новой информации, той, которую вы хотели. Обязательно жмите лайк. Подписывайтесь на канал. Пишите топовые комментарии, которые попадут в следующие видео, друзья. Всем удачи. Всем хорошего-хорошего настроения на весь следующий день. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok